МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крымская волна накрывает полуостров. В Симферополе готовятся к открытию нового аэровокзального комплекса. Необычное морское название ему дали за неповторимого силуэта, который создает почти 140 криволинейных колонн высотой до 35 метров. Говорят, терминал будет напоминать волну из высоты птичьего полета и при взгляде Земли. Оценить изящество замысла станет возможно после полного остекления. Процесс этот крайне сложный подставить к геометрии уникального здания. Поскольку радиус кривизны все время меняется, тысячи стеклопакетов различаются по размерам. Для каждого свои крепления. На стыках они образуют так называемые звездочки. Их изгибы формируют волну. Архитектурный образ моря дополнит максимум солнца. Помимо прозрачного фасада, естественное освещение обеспечит кровля. В ней два огромных панорамных окна и 14 сквозных отверстий. Была специально разработана система профилей на базе российского производителя. Уникальная система, самонесущая, без дополнительного металлокаркаса, которые бы снижали бы прозрачность стеклопакетов. Здесь будет черный шов в цвет стеклопакета. Тут будет максимально прозрачная конструкция. Применено специальное стекло, которое является мультифункциональным. То есть защищает от ультрафиолета, защищает от проникновения солнечной тепловой энергии. В зимнее время экономит тепло. Более полутора тысяч строителей и сто единиц техники. Гигантская площадка похожа на огромный муравейник, в котором круглосуточно идет работа. Крупнейший инвестиционный проект Крыма привлек субподрядчиков со всей России. Отставания от графика или задержек финансирования нет. Сдача объекта намечена на 2018 год. Вокруг будущего терминала растут вспомогательные постройки и создаются инженерные системы. Потенциальные инвесторы обсуждают возможность возведения гостиницы и бизнес-центра. Прокладка коммуникации к этим объектам учитывалась в планах организации аэровокзальной площади. Перед терминалом обустроят парковку почти на полторы тысячи машин. Вода, канализация, стоки находятся в завершающей фазе. Параллельно сооружаются восемь зданий, которые обеспечивают работу всего аэровокзального комплекса, начиная со зданий бытовых, служебных для техники, ну и заканчивая кинологическим комплексом, собачком, который будет обсуждать аэропорт, тоже требуются нормальные условия. Окончание отделочных работ и инженерии планируется конец текущего года. Срочное обновление действующего аэропорта потребовалось после резко возросшей популярности крымских курортов. Проведенный в 2015 году масштабный ремонт искусственных покрытий рулежных дорожек и перона позволил в три раза увеличить число взлетов и посадок. Тогда же открылись дополнительные зоны ожидания и контроля, расширив общую площадь терминалов с 10 тысяч до 24 тысяч квадратных метров. В 2016-м реконструкция продолжилась. Разворотное кольцо на аэровокзальной площади заменили тремя новыми. Отдельные линии получили междугородние автобусы. Подготовились вовремя. Прошлый год стал рекордным по числу перевезенных пассажиров за всю историю аэропорта. Редактор субтитров А.Семкин Главная задача строящегося здания аэропорта – обеспечить максимальный комфорт пассажиров. По сравнению с действующим сейчас терминалом, в новом почти в два раза увеличится количество стоек регистрации. Появится полтора десятка эскалаторов и около 30 лифтов, большая часть для обеспечения безбарьерной среды. В них будет удобно людям старшего поколения, пассажирам с инвалидными или детскими колясками. Возле просторной зоны регистрации обустроить территорию современной системы быстрой и точной обработки багажа. С помощью подвижных телетрапов одновременно высаживать и принимать пассажиров на борт смогут порядка восьми самолетов. Для России это пока будет лучший аэропорт. Тут собрано все новое, то, что есть. Это комфорт, это климат, это площади, это предоставление всего комплекса услуг необходимых. Это четкое формирование потоков пассажира на прилет, на вылет, внутренняя, международная авиалиния. То есть сделано все на уровне самых современных технологий. Продолжение следует... Строительство терминала идет точно в срок благодаря государственно-частному партнерству. Общая стоимость работ превышает 30 миллиардов рублей. Привычные в подобных проектах поставщики оборудований США и Германии отказались от участия из-за санкций. В результате заказы получили российские и южноазиатские компании. Конвейерные ленты, телетрапы, лифты – все это закупается по ходу стройки. Важно завершить объект до начала следующего туристического сезона. Если планы реализуются, то от момента подписания соглашения о строительстве на Ялтинском международном экономическом форуме до сдачи терминала пройдет всего два года. Небывалые сроки для столь сложного технологического проекта. Субтитры создавал DimaTorzok Параллельно развивается и инфраструктура аэродрома. На этот проект выделено 13 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обустройство площади перед будущим терминальным комплексом, строительство командно-диспетчерского пункта и, главное, реконструкцию взлетно-посадочной полосы, которая не используется уже много лет. По сути, ее предстоит разобрать, чтобы построить заново, удлинив на 500 метров. Так аэропорт сможет принимать самолеты без ограничений по классам. Новейшее радиотехническое и светосигнальное оборудование позволит судам взлетать и садиться в условиях любой видимости. Для Симферополя это особенно актуально осенью и зимой, когда из-за туманов задерживаются десятки рейсов. Наличие двух полос поможет увеличить пропускную способность в воздушной гавани, особенно в пиковый летний период. Проводятся земляные работы, снимается слой грунта, собственно говоря, работы, которые являются подготовительными. Сначала мы строим пером и после этого начинаем строить взлетно-посадочную полосу, которая будет расположена вот здесь, с левой стороны здания вокзального комплекса. Она сможет принимать любые типы воздушных судов, вплоть до широкофюзеляжных, боингов, 3-7, 747 и так далее. Симферополь Любопытно, что в прошлом году по числу перевезенных пассажиров Симферополь совсем немного уступил Сочи. Между двумя южными городами развернулось негласное соревнование, подтверждающее всплеск популярности черноморских курортов. В столице Крыма сегодня работают 15 авиаперевозчиков. Воздушное сообщение с полуостровом получили почти 60 городов страны. После ввода в эксплуатацию нового терминала старый комплекс перестанет принимать и отправлять обычных пассажиров. Он будет обслуживать государственную и бизнес-авиацию. Также на его базе возможно появится центральный автовокзал Симферополя. Авторы проекта предлагают здесь организовать масштабный транспортный узел и соединить специальными автобусами с крупнейшим на юге России терминалом, новым символом и визитной карточкой Крыма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА